Доброго времени суток, слушатели и зрители канала Наблюдатель Реальности! Сегодня я хочу поговорить с вами о вере и о знаниях, которые способствуют деградации человека. Казалось бы, вера и знания способствуют развитию, всегда должны способствовать развитию. Я думаю, что вы заинтригованы, как же так? Ну вот, я и хочу поговорить с вами о вере и о знаниях, которые способствуют именно деградации человека. Какая вера, какие знания способствуют деградации? Вера, базирующаяся на старых знаниях и представлениях о Боге, строится на энергиях нижележащего диапазона, на более низких частотах. А развитие идет таким образом, что само время несет новые энергии с более высоким потенциалом и требует внедрения его во все старое, что желает обновиться и соответствовать этому новому. В старую материю внедряется новая тонкая энергия с новой программой и она ведет все дальнейшие преобразования. Обновление идет вглубь материи бесконечно, так же и наружу, все происходит параллельно. Для человеческого бытия такое обновление обязательно касается не только материи, но и духовного мира, всех знаний и видов деятельности. Если все вокруг постоянно меняется, то причина этого в работе механизма эволюции материи и энергии, которая не оставляет без изменения ничего старого. Человек не может уже верить по-старому в некого всесильного и всемогущего старца, исполняющего твои желания или наказывающего за правильности, так сказать. Так на настоящий момент понимается Бог и так он преподносится прихожанам. Верь и ни о чем не спрашивай, что касается познания причин чего-либо. Но время слепой веры прошло, человек вырос духовно, он многое познал в развитии мира, поэтому такая вера, ограничивающая его в познании нового, не способна будет прошествовать за человеком в эру водолея. Человеку нужны новые знания. Это как если бы ученика с 1 по 10 класс учили все время по одним и тем же учебникам 1 класса. Сначала будет прогресс и качественное познание предмета, а затем наступит застой и пойдет деградация, прогрессирование души прекратится. Поэтому и вера человека эпохи водолея должна быть осознанной, основанной на новых знаниях. Основа жизни это самосовершенствование. души во имя любви к Богу. Ему нужны не просто послушно и слепо кланяющиеся ученики, а души, понимающие процессы мироздания и помогающие Всевышнему создавать новые миры. Бог растит творцов, а творцам необходимо знания и дерзновенность поступков, отметающих устаревшее и создающие новое. Поэтому старая вера будет уже не удовлетворять человека, и только новые знания позволят ее укрепить и продвинуть саму веру человека в будущее еще на 2000 лет. Вера без знаний для человека ничто. Чем ниже уровень духовного развития у верующего, тем легче ему разувериться в Боге. При первой же трудной ситуации в жизни, при первой же трагедии или несчастье, он обратится к нему с вопросом, за что Боже, не понимая происходящего, не видя своего прошлого, не зная, что от него хотят получить высшие, он быстро разуверится в Боге, и его вера растает, как дым после костра или как утренний туман. Но стоит человеку изучить все стороны своего развития на земле и вне ее, познать законы мироздания и существования божественной иерархии, как подобные вопросы уже отпадут сами собой, человек сможет следить самостоятельно за своими действиями и соизмерять их с общими законами духовного существования. В этом случае он поймет, что именно его неправомерные действия вызывают такие трагические последствия в настоящем, какие приходится наблюдать сейчас вокруг. Знания сформируют понимание, а понимание позволит объяснять, находить причины нежелательного и устранять их. Все это говорит о том, что такие знания укрепят веру человека, то есть вера в эпоху Водолея обязательно претерпит изменения. Значительно тормозят человека в развитии старые знания, которые были даны человечеству, допустим, 500, а то и 1000 лет назад. А люди как бы на этом базисе строят и свое мировоззрение до сих пор, парадигму развития. Люди продолжают использовать эти знания как новые, основываясь на том принципе, что забыто, то можно принимать за новое. Но старое никогда не может заменить новое, так как строится на старых энергиях, от которых туша уши не способна прогрессировать. Неприятие нового, непонимание его говорит о наличии дефектов в психике человека и тонких конструкциях. Эти дефекты препятствуют принятию и пониманию новых знаний, служат тормозу по следующему совершенствованию. Неправильные построения в душе приводят к дальнейшему искажению восприятия. Прогрессирование души заключается в постоянном накоплении ею нового, которое постоянно дополняет старое, приобретенное душой ранее. В этом и состоит ее эволюционирование, понимаете? Поэтому, когда индивид отказывается принимать новое, уверяя, что только старое может быть истинным, то это говорит о том, что он обрывает свою связь с будущим. Но почему человеку требуется все новое и новая информация? Это связано как раз с построениями души, когда принцип иерархичности построения требует закладки в ячейки энергии следующего уровня развития. Для этих целей высшие посылают людям новые знания. Все развивается, и поэтому развиваются общественные отношения, развиваются экономические отношения, техника. Поэтому старые знания не могут удовлетворять новым, более растущим, скажем так, и общественным отношениям, и более мощному развитию духовному человека. Вот поэтому людям посылаются новые знания, чтобы они строили последующие уровни соответствующей стадии развития человечества. То есть не оставались все время в прошлом, а двигались вперед. Старые знания можно вспоминать, а строить надо ячейки на новых знаниях, которые несут энергии следующего уровня развития. При последовательном построении базы своих знаний за счет привлечения нового материала происходят опять же иерархичные построения, так как старые знания прошлых воплощений будут дополняться новыми знаниями, которые всегда по энергопотенциалу будут выше потенциала прошлых знаний. А в общем будет происходить прогрессирование личности и наращивание мощи ее души. Поэтому не зря говорят, что знания это сила, что верно в прямом и переносном смысле. Ну более подробно об этом вы можете прочитать в книге «Цель развития человека» глава 7 мая, страницы 197-198, авторов Л.А. Секлитовой и Л.Л. Стрельниковой. Также можно об этом и прочитать в книге «Великий переход» или «Варианты апокалипсиса», глава 3 авторов Секлитовой Ларисы Александровны и Стрельниковой Людмилы Леоновны. Ну а у меня на сегодня все. Если вам нравится мой канал, подписывайтесь на него, жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах. Если вы можете как-то помочь каналу, если у кого-то есть такая возможность, в описании к ролику и в комментарии даны реквизиты, как вы можете это сделать. Потому что мой канал не монетизированный, спонсоров у него нету. Я тружусь, так сказать, из личных побуждений. Ну а у меня на сегодня все. Всего вам доброго. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok